Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Я приветствую вас в Доме Божьем, когда мы приходим и начинаем субботний день в Доме Молитвы, в Доме Божьем. Вы знаете, я часто напоминаю о том, что мы обращаемся в молитвах и приглашаем нашего Бога, чтобы Он пришел к нам в гости. Вы знаете, мы к Нему приходим в гости, а не Он к нам. Он является хозяином этого храма, куда мы приходим со своими нуждами, своими переживаниями, с теми проблемами, которые есть постоянно в нашей жизни. Слава Богу Ему за то, что Он любит нас. Мы прожили еще одну неделю, мы приблизились к Его пришествию. И я хотел бы, чтобы мы сегодня снова над исследованием Священного Писания. Я всегда говорю, что громко это не проповедь, это размышление над Библией, над теми истинами, которые помогают нам в нашей земной жизни. У меня сегодня такая тема для нашего размышления – трудные испытания. Или испытания. Да, испытания. Спасибо. Вы знаете, если я задал бы вопрос, что для вас трудно, для кого-то трудно перебороть свои личные привычки. Кто-то начинает с каждого понедельника худеть – это тоже испытание. Кто-то с родственниками имеет проблему, с близкими, с родными. Но я нашел в Библии и нашел над ним размышлять это, как только я увидел в списках, меня брат Константин поставил. Я нашел размышлять, что же я нашел для себя. Друзья, если я хочу вам сказать о том, что то, что я называю испытанием, может немножко вас удивит. Я допускаю и считаю, что труднейшим испытанием, которые мы можем преодолеть или нет, это успех нашей личной жизни. Слово «успех». Вы понимаете, по-земному люди понимают успех по-своему. Если у тебя красивая машина, если у тебя большой дом, если у тебя, ты едешь отдыхать даже не в Санта-Монику туда, где-то, туда, а где-то подальше, где теплее. И они считают, что ты успешный человек. Это с человеческой точки зрения. В наше время слово «успех» звучит как-то подозрительно. Почему? Потому что, ну, почему я не могу поехать? Почему я не могу успеть быть таким? Почему я себе не могу позволить это? Откуда это у него? И мы начинаем развивать вот эту мысль и часто называем о том, что успех или зависть. Кто-то говорит, вы знаете, я тебе честно, я тебе завидую белой завистью. Я говорю, какая бы она ни была, белая или цвета слоновой кости, зависть остаётся завистью. Мы должны помнить о том, что на нашей земле, даже на небе, началось восстание против Бога из той зависти. Что он посчитал, что кто-то успешен, кому-то поклоняются ангелы, а почему это не мне? И я хочу эту мысль развить, чтобы мы, как бы, может вы согласитесь, не согласитесь, что успех может быть очень большим испытанием для каждого из нас. Я думаю, что подобные вопросы возникали у всех нас. Это практика жизни. «Хотя мы дети Божьи, но мы не застрахованы от падений, от мыслей, которые витают в нашей голове». Но я всегда говорю, что я буду упираться только на Библию и только на Библию. И Екклесиаст в 7 главе, в 8 стихе дал такие слова для каждого из нас. «Конец дела лучше начала его». Не то, как ты нашел дистанцию, делая тебя победителем, но как ты пришел к финишу. В примерах есть такой один старый христианский пастырь из Китая, который отсидел в тюрьмах Китая за веру более 20 лет, сказал такую интересную мысль. «Я видел многих, кто начали хорошо, но лишь некоторые хорошо закончили». Я хотел бы, чтобы мы задумались. Многие начали хорошо, но не все хорошо закончили свои продвижения. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня рассмотрели примеры людей из Библии, достигших успеха, но, к сожалению, не удержавших их. Я уже говорил о том, что в Библии слово «успех» имеет совершенно иной смысл, чем у людей. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили, помните, бедная вдова во времена Иисуса Христа пришла в храм и бросила незаметно две лепты. Кто она была в глазах окружающих людей? Вдова, бедная, как мы знаем из Библии, в то время вдов презирали. Она не была успешным человеком, но в глазах Иисуса она стала успешным человеком. Вы согласны с этим? Он сказал, что она дала все, она дала больше, чем тот, который много положил. Она дала все. Вы знаете, с личностями этих людей, которых я сегодня хотел бы, чтобы мы поразмышляли, они у нас на слуху. Это знаменитые личности. И я не буду говорить о всех их поступках. Я не хочу сказать, что они были плохие. Есть такое выражение, что если ты не врач, не лечи. Если ты не Бог, не суди. Я просто хочу, чтобы на жизни этих людей мы поняли, что добро и что зло. Как нужно поступать, чтобы быть в мире с Богом. Самое главное, что нужно от нас. Первая личность – это первый царь израильского народа, которого израильский народ выпросил. Они говорят, мы хотим быть похожим на тех людей, на те народы, которые рядом с нами. Ну что же мы? Мы дети Божьи, и у нас нет царя. Кто-то должен нами же руководить. Мы же хотим иметь царя. Мы хотим быть как окружающие народы. Вы помните, как долго пророк уговаривал всех, что не надо вам царя. И Бог напоминал, что не надо царя, потому что у вас будут трудности. Нет, хотим. Но не об этом. Этот молодой человек из колена Вениаминова, самого маленького в израильском народе, но самого воинственного. Вы помните, когда он узнал о своем избрании, он о скромности спрятался, потому что не хотел быть. Ну кто он? Столько много есть людей, которые могли бы быть царями, но попался я. Вы знаете, в первое время свое отцарствование Саул поступал по воле Бога. Имел большой успех и приобрел любовь народа. Он отказывался от почестей. Вы знаете, я даже для себя нашел как-то, может, раньше не обращал внимания. В мирное время для израильского народа он откладывал оружие в сторону и сам пахал свое поле. Это был хороший царь или нет? Хороший царь. И первый царств, 14 глава, 47 стих говорит. И утвердил Саул свое царство и воевал со всеми врагами. Там много перечислено, с кем он воевал. И везде, против кого не обращался, имел успех. Враги, которые хоть чем-то могли навредить израильскому народу, были уничтожены. Да, нам Саул нравится. К сожалению, это первая серия его жизни. Пол Джонсон, английский историк, автор более 40 исторических книг, написал характер Саула. Саул был отличным воином, но при этом характер у него был вспыльчивый. Приступы ярости, меланхолии, ревности, подозрительности, который колебался между великодушием и неуместной яростью, всегда храбрым, несомненно одаренным, но ходящий на грани помешательства. Видите, какая обширная характеристика. Это тот человек, которого избрал Бог. Это была первая история, первая серия его жизни, когда он поступал по воле Бога, и он имел успех. Но за первой серией есть вторая серия. Это уже вторая серия. Мы знаем историю, как он поступал с Давидом, как он поступал с теми народами, которого должен был уничтожить. И вы знаете, в первом царстве, 15 главе, 11 стих, «Сам Бог сказал такие слова, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил». Это не человек сказал, это сказал сам Бог. Бог жалел о том, как часто люди нашего мира делают так, что Бог жалеет о том, что Он сделал это. И вот испытание в жизни Саула, испытание успехом не прошло. Как ни прискорбно, что это есть в истории израильского народа, это есть в Библии, и мы должны помнить о том, что все, что написано, написано для нашего наставления, для того, чтобы мы исправились в нашей жизни. Я думаю, что личность следующая, о которой я хотел бы поговорить, вы можете ответить, это не КВН. Смотрите, история его жизни в Ветхом Завете занимает 66 глав. В Новом Завете он упоминается 59 раз. Он единственный назван Библией, муж по сердцу Божьему. Спасибо. Да, это Давид. Это успешный человек, как вы считаете? Очень успешный человек. Что интересно, я сравнил его стихи, которые он записал до и после. Псалом 17 глава, 21-22 стих. Это в начале своего правления он пишет. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Если мы будем читать эту 17 главу, если у вас будет время, прочитайте. Он оду пишет о том, какой он хороший и как ему Бог много дал в своей жизни. Я не думаю, что он хвастается, но именно в 17 главе он очень много говорит, что Бог меня благословил, я хороший, я поступал правильно, не те, как люди, которые окружали. Вы знаете, прошло некоторое время и изменился Давид, и изменилось то, что он начал писать. Мы очень часто обращаемся к этой 50 главе Псалом 17 Давида, 3-4 стих, я только беру короткий, он уже говорит, «Помилуй меня, Божия, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Вы видите разницу в первых стихах? Да? И здесь, что он пишет? Он понимает, что то, что он писал в 17 главе, когда он имел успех, уже его не было в его жизни. Что же случилось? Почему такая перемена? Исследователи Библии говорят, дословно читаю, «Полный успех, утвердившись над всем Израилем, одержав под беды над всеми врагами, он наслаждался плодами своего успеха. Он больше не хотел принимать участие в сражениях. Он остался дома в Иерусалиме. Успех помог забыть Давиду те принципы, по которым он жил до того, как стал царем». Люди очень часто полагаются на то, что я успешен. Я сделал так много. И вот я как будто бы устал. Не только физически, но и духовно. Человек уходит от Бога. Мы знаем историю падения Давида. Я не хочу дословно его напоминать. Это был грех. Это был грех против Бога, против людей своего царства. Вы помните, что сказал Иосиф? Как я могу такой, когда тоже у него была такая и такая же возможность, он сказал, как я могу сделать или такое сделать против Бога и против хозяина, который мне дал место в своем доме. Вы знаете, очень часто мы говорим о том, что Давид падал, Давид согрешал, но у него была прекрасная черта. Он постоянно, понимая это, ему помог пророк Нафан, чтобы вспомнить, что он сделал. Но он каялся. Он все сделал для того, чтобы Бог его простил. Давид раскаялся в своих грехах. Бог его простил его. Но, тем не менее, совершенный грех бросил тень на всю его жизнь, на его потомство из поколения в поколение. Самое главное, не был построен храм, не было мира в сердце, мира среди родных и море пролитой крови. Сам Бог сказал Петру и Царство, 12 глава, 10 стих, «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Вот вкратце, жизнь человека, имевшего успех, был в почете у всех людей. Вы знаете, я когда зашел в Википедию, посмотрел, хочу похвалить армяне, у них на первом месте есть имя Давид, на втором месте Артур. Но это самое распространенное имя. Но по-другому. Во всех музеях мира есть портреты, есть скульптуры, это исторические данные о мужестве этого человека. Но он имел успех среди людей. Но я говорю, что человеческий успех и Божий успех разные. Бог, люди смотрят на поступки, на жизнь, на слова. Бог смотрит на сердце. И вот тот человек, жизнь человека, имевшего успех, но растерявших его на жизненном пути. И у него испытания успехом не прошло. Человечество всегда мечтало об идеальном правителе и совершенном государстве. И совершенном государстве. Библия говорит о том, что на земле был царь, который создал прообраз грядущего царства Божия. Я думаю, что вы уже догадывались, о ком я хочу говорить. Кто был? При ком Израиль был самый просветающий? Соломон. Спасибо. Им был легендарный Соломон. Был возлюбленным и избранным у Бога. Он осознал свою нужду в мудрости. Бог дал ему богатство и славу. Во времена его правления Израиль был в почете у окружающих людей. Вы только помните историю царица Савская. Где Эфиопия, да? Где Эфиопия? Она пришла, чтобы увидеть своими глазами мудрость этой личности. Вначале Соломон полагался на Бога. Первое его было желание Боже, дай мне мудрости. Ты мне дал государство. Я его получил из рук моего отца. Хотя были претенденты. Другие были претенденты. Я стал царем. И я хочу быть мудрым царем. Вы знаете, я действительно был мудрым царем. Во время его царствия не было ни одной войны. Ни одной войны. Был мир, спокойствие, трудились, молились, все было хорошо. В то время в Израиле золото только было в почете. Серебро? Нет. Медь вообще не считалось, хотя знаете, металл Древнего Рима это бронза. Медь, бронза это было в почете было. Но в то время, во времена Соломона эти металлы были ничто. Слава Соломона затмила Саула, Давида, многих фараонов, царей, Осирии, Вавилона, Персии. Иосиф Флавий, еврейский историк, а потом и римский историк, и военачальник, писал такие слова. Господь даровал Соломону столь великую опытность и мудрость, что он превосходил в этом отношении всех людей, живших до него. Я здесь когда готовился к этим исследованиям Слова Божьего, чтобы поделиться с вами, есть такие вот это в Библии записано о том, что торговля просветала, Израиль возрастал очень, 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 очень сильно. Что интересно, я нашел такую цитату, нашел. Каждый год дом Соломона или его царству поступало 660 талантов золота. По весу современному, как мы привыкли считать, не здесь в паундах, а как в советском мире, в тоннах, это 20 тонн золота в год. Он правил 40 лет. Считайте, сколько он собрал вот этого драгоценного металла. Вы знаете, я когда начал готовить эту тему, я посмотрел на биржу, сколько стоит золото. Почти 3 недели назад оно стоило 40 миллионов долларов за тонну. Сегодня я посмотрел на биржу, до понедельника сумма зафиксирована или цена зафиксирована за тонну золота почти 66 миллионов долларов. За 3 недели как поднялась цена? В то время вот почему говорят о том, что царство Соломона это было прообраз царства Божьего, которое должно было быть. Мы знаем о том, что золото там будет ничем, дороги будут укрытые, и никто не будет в этом нуждаться. Это кроме того, что вся торговля и кедром, драгоценными благовониями, все это, все, все, все проходило через руки Соломона. К сожалению, есть такое слово «но». Но, несмотря на всю свою мудрость, Соломон не мог пройти, не смог пройти испытание успеха. Вы знаете о том, что строительство храма длилось в течение 7 лет. Это к тому, что уже материалы были все собраны, все проекты, все было собрано, все было, Давид все сделал, все собрал. Ему только осталось его построить. Храм был построен, он был великолепен, он был, ну, самым лучшим храмом. Соломон нашел строить себе дворец. Он его строил в течение 13 лет. Очень много людей говорят о том, что он 13 лет, может, материалов не хватало, может, денег не хватало. Кстати, то, что Бог предупреждал израильский народ о том, что когда будут цари, они вас зажмут налогами, податями и этим всем. Во времена царствования Соломона они были жесточайшие. Налог, вы помните, что интересно, после смерти Соломона, он был последним царем общего Израиля, но после его смерти именно вот эти большие налоги, большие подати довели до того, что люди восстали и царство было разделено, которое никогда уже больше не смогло собраться. Он свой дворец строил в течение 13 лет. Один, я помню, у нас в Молдавии был один пастор, тоже была что-то подобная тема, говорил, а почему он так долго строил, потому что у него жены и наложницы увеличивались, и каждый надо было пристроить по одному домику, знаете, чтобы оно это было. Дом вместе с двором, весь двор, который, весь его дворец был сто локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в вышину. Это трехэтажное здание, длиной где-то 45 под 50 метров, шириной где-то под сколько там, 50 локтей, это 20 метров и высота 30, это 12 метров, 12 метров. Небольшой такой домик. Вы знаете, в Библии мало что говорится об украшениях этого дома. Но есть такие как исторические данные, не знаю на чем они подтверждены, что там просто в мире такого дворца не было. Особенно тот трон, который он сделал для себя. В Библии упоминается, что он был сделан со слоновой кости, обделан золотом и все такое. Но там есть просто фантатические описания этого трона, как он поднимался, включалась музыка. Животные поднимали, там знаете, есть лев, бык, поднимали как бы копыта, лапы, чтобы Соломон мог упереться и подняться наверх на свой трон. Вот жизнь богатого, успешного человека. Третье царство, 11 глава, 4 по 6 стих. Во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам. И делал Соломон неугодные пред очами Господа. Видите, успешный человек, благословенный, мудрость, которая была от Бога. Во времена своего успеха забыл о Боге. Есть такая легенда, что у Соломона был перстень. На нем было написано, все пройдет. Может, вы слышали это все. И когда-то что-то ему тоже, видать, и его вывели с его мудростью. И он в гневе снял кольцо, кинул. Когда смотрит, а там тоже, в середине тоже написано. И это пройдет. Есть такой маленький стих. «Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет. И было кольцо у царя Соломона. На нем была надпись, и это пройдет». Видите, успех может быть. Главное – удержать его. Именно вот эти три личности испытания успехом не прошли. Оно провалилось. Что я хочу сказать? Я не хочу закончить на такой или продолжать такую тему, которая, может, угнетает каждую из нас. Только плохо, 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 плохо. Знаете, Библия – правдивая книга, я всегда говорю. Она грех называет грехом. Мудрость называет мудростью. Бог остался таким же, как во времена Саула, Давида, Соломона. В книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, такие слова. Это слова Божьи. «Да не отходи себе книга закона от уст твоих, но научайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Хорошие слова. Видите, что требует Бог? Чтобы мы поступали благоразумно во всех своих делах, и тогда мы будем иметь успех. Что интересно, в Библии слово «успех», «успешен» упоминается 22 раза. Как будто бы немного. Я перечитал все эти стихи. Большинство, они обращены к Саулу, к Давиду, к другим людям. Но я нашел еще, что это стих, это слово упоминается и в Новом Завете несколько раз. «Апостол Павел, тот, который имел большой успех в своем народе». Вы помните? Он, молодой, прошел самые лучшие школы фарисейства. Перед ним было будущее. Вы согласны с этим или нет? Я так сидел и думал, если он так бы двигался, такими шагами, как он двигался, он, наверное, дошел бы до первосвященника в то время. Но на его пути встретился Иисус Христос. Для людей он стал никто. Зато успех его у людей прекратился, зато успех был в глазах Божьих. Он сказал молодому Тимофею, «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден». Я хотел бы, чтобы вот эти напоминания, эти пожелания, которые Павел говорил Тимофею, были как бы помощью для каждого из нас. Чтобы мы заботились о том, дабы то, что мы знаем, чему мы изучаем, что мы слышим в Доме Божьем, чтобы мы имели успех. И чтобы успех этот был не только в глазах людей, но в глазах Божьих. Помолимся об этом. Пожалуйста. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот субботний день, за Твое благословение, за Твою любовь, которую Ты приводишь к нам грешным людям. Ты нашел нас в этом мире, и Ты желаешь, чтобы мы не только здесь, но и в вечности были с Тобой. Ты помоги нам перенести все трудности, все испытания, которые закрывают нам Тебя. Помоги, чтобы мы видели Тебя каждую минуту своей жизни, не полагаясь на себя, но только на Тебя, на Твою силу, на Твое могущество, потому что Ты умер на Голгофе за каждого из нас. И Ты желаешь, чтобы мы были успехом в этой жизни, имели успех для встречи с Тобой. Прибудь с нами и благослови. Благослови нашу церковь, больных из народа Твоего, тех, кто нуждается в Твоей поддержке, особенно где идут военные действия. Мы веряем это в Твои руки. Мы часто задаем вопрос, почему то, что мы молимся, это не исполняется. Мы забываем о том, что в этом мире Ты руководишь всем. И Ты помогаешь нам видеть те события, которые происходят, которые помогают нам видеть и знать, что мы живем в последнее время. Укрепи наши силы и благослови. И благослови всех Твоих детей по всему лицу земли. Это наша просьба, это наша молитва через имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...